Пророк говорит, что самый высший уровень имана – это слова «ля Илья и Аллах». Самый низкий уровень имана – это убрать помеху, которая находится на дороге у людей. Если камень, например, на улице лежит, или у человека, например, проблема нервничает, если, например, ты не можешь подойти, его проблему рушить, убрать его нервы, его проблему рушить, значит, у человека нет самого низкого уровня имана. Сейчас такой момент, такой противоречивый получается в нашей логике. Человек, допустим, сейчас, вот, рузман закончится, будет цикру, саллах делать, у Коран будет читать, там хадисы будет рассказывать, все будет делать. Но он может, например, там перед машину поставить, прямо на дороге, и человек не сможет выехать. Получилось, что человек не так, чтобы помеху убрал, который соответствует самому низкому уровню имана, он поставил там помеху, он создал помеху. И в то же время он здесь сидит, и ляр, и ляха, и далах говорит, самый лучший уровень имана соблюдает, о котором говорил пророк саллах алибоу ассалям, самый лучший уровень имана, это самый старший класс, это слова ляр, и ляха, и далах. Компт, тогда получается, что у человека нет начальной базы знаний, он помеху создает, не то, чтобы убирает, Нет у него самого низкого уровня имана. Каким образом он туда наверх запрыгнул к словам «Ля Ильяха Иллялах»? Интересный же вопрос? На этот вопрос, чтобы ответить, нам нужно понять, что слова «Ля Ильяха Иллялах» — это слова единобожие. Это не то, что языком произносится. Это четкая убежденность мусульманина в том, что Всевышний Аллах един в трех моментах. Аллах един в своей сущности, то есть Аллах бесподобный. Аллах един в своих качествах, в своих сфатах. Если Аллах всемогущий, и у нас есть могущество, это не значит, что у нас что-то общее есть. Это у нас образно называют могущественным. А на самом деле только один Аллах является могущественным. Только Аллах един в своих качествах, и Аллах един в действиях. Он только создает. Только вот нет такого, чтобы человек сам что-то создавал. Аллах через человека создает, смотря, что человек закажет. На что намерение человек сделает, то Всевышний Аллах и вас производит через человека. Но мы этого всего не видим. Мы видим, как мы все это делаем. Мы можем человеку сказать, помоги, а человек помогает. Мы думаем, вот он сам все это делает. Вот именно фишка в чем? Испытание в чем для верующего человека? Чтобы он, несмотря на то, что Аллах ему показывает, что кто-то что-то может делать, чтобы он понимал, что они на самом деле делать этого не могут, чтобы он очищал свое сердце, от разума переходил в сердечном состоянии. Глаза, органы, чувств одно говорят, в Хуране, в Хадисе другое сказано. Нам нужно что сделать? Чтобы вот уже было полное соответствие, чтобы мы перешли на уровень сердца, и потом разум сам подстроится под наше сердце, а мы наоборот все делаем. И вот сейчас один такой момент, определяющий момент, есть ли в человеке единобожий или нет единобожия. Вот человек, допустим, любой из нас сейчас, например, думает, вот я убежден в том, что вот сейчас этот Мухаммад говорил, что Аллах един в своей сущности, Аллах един в своих сифатах, качествах, и Аллах един в своих действиях. Он только настоящий Создатель. Нету нас сомнения. Вот сейчас определим, есть сомнения или нету сомнения. Вот меня очень сильно затронуло следующее высказывание одного шейха. Ему говорит один человек, вот, вот человеку очень много айбадатом занимается. Постоянно джамат, намаз, ходит, там, зихру делает, мечети строит, ульму изучает, Коран, хадис, все знает. Но он гибать делает, за спинами людей разговаривает. Вот какое положение этого человека перед Всевышним Аллахом? Вроде бы, вовущий уровень имана тоже есть у него. И он не то, чтобы там людей защищает, наоборот, очищает людей, когда про него плохо говорят. Он наоборот, про них плохо говоря, этому человеку помеху создает. Вот как этот момент, говорит, понять? И вот на этот вопрос он отвечает, говорит, я думаю, говорит, этого человека Аллах создал только для того, чтобы его хорошие люди использовали как раба, как духовного своего раба. Как это понять? Вот имам Хушария, рахим Аллах, он говорит в книге «Салюта Хушария», пример человека, который делает гибат, и гибатом занимается, это пример того человека, который установил катапульту и свои деяния, благие деяния, положил в катапульту и разбрасывает этими своими благими деяниями на восток и на запад. То есть, как в хадисе сказано, в судный день, когда вот очень будет большая нужда у человека даже в одном слове «Ля-иляха-иляха-иляха», «Субханаллах», «Аль-хамбюля», в любом благом деянии. В этот день, говорит, как целая гора Ухуд, люди будут в очереди стоять, за кого человек плохо говорил. И потом этот человек, он будет вынужден отдать тому, за кого он плохо говорил, там, 15 хулгов, 10 тысяч хулгов, 15 тысяч зикров, смотря, насколько он ему ущерб нанес. И потом все его благие деяния закончатся, а очередь еще долго и длинная будет. Потом уже говорят, «Эй, люди, за кого гибат человек делал, уже свои грехи будут перекладывать на этого человека. И сколько бы человек много гибат не сделал, он в любом случае, он в минусе останется». Поняли же, да? И теперь этот шейх говорит, «Этого человека Аллах унизил, этого человека Аллах чисто подчинил верующим людям, за кого он плохо говорит, за их спинами. Аллах его заставляет много гибатом заниматься, не для себя, а для тех людей, за кого он гибат делает. Чисто вот говорит его роль в этой жизни, больше другой роли говорит у этого человека в жизни». Вот. И почему вот такой момент, почему такое опасное этот грех? Почему Всевышний Аллах? За то, что вот мы за кого-то плохо говорим, вот так прям наши благие деяния в этот такой тяжелый, важный день у нас забирает. Потому что человек, когда гибат делает, вот допустим, я за него плохо говорю. Посмотрите, что происходит. Посмотрите на мое убеждение. И каждый пусть себя вспомнит, когда он за кого-то плохо говорит. Вот я за него плохо говорю. Почему я за него плохо говорю? Потому что мне он не нравится. О чем мне он не нравится? Либо он занимает мой пост, мое положение. Я хочу из-за Дуняла, хочу забрать это положение. Либо он за меня навредил, и теперь я не знаю, как ему отомстить. Мужества тоже не хватает. Прямо подойти и спросить с него. Я уже пытаюсь о нем плохо говорить за его спиной. Это о чем говорит? Это говорит о том, что я посчитал, что наряду с Аллахом мне может навредить или пользу принести этот человек. Поскольку мне он такой вред нанес наряду со Всевышним Аллахом, поскольку у меня убежденность, что не только один Аллах создает все деяния, добро и зло, что нету силы и могущества, кроме как у Всевышнего Аллаха, поскольку у меня такое убеждение, у меня же внутренний ширк получается. До ширка же ни один древ никогда в жизни не дойдет. Ни зина, ни убийство человека, ничто не дойдет до уровня многобожья. А у меня что получается? Я хоть говорю, что Аллах един в своих созданиях, Аллах един в своей сущности, Аллах един в своих сфатах, однако я полагаю, белое гибать, что этот человек не навредил наряду с Аллахом. Поняли, какой большой этот грех? Вот почему имам Хушари, рахима Аллах, вот эту всю книгу Аллаху Хушари посвятил сердечным болезням. Не телесным болезням, там все о сердце, о любви, о печали, о зависти, о гордыне, о самодовольстве. И такие вот моменты, невидимые моменты, сердечные моменты, один только момент, один грех, который имам Хушари упомянул, это гибать. Почему? Потому что это грех, не языком, который делается, это грех, который с сердцем делается. Потому что человек никогда в жизни не сможет отказаться от этого греха до тех пор, пока он не будет видеть сердцем, что Аллах только является источником добра и зла. Пока вот такого уровня нет, о котором говорил самый лучший уровень, это слова ля-илях или Аллах. Этот человек, он от гибата не сможет отказаться. Просто для интереса, посмотрите, вот пусть сейчас каждый из нас намерение сделает, больше в жизни гибат не будет. Максимум три-четыре дня чего протянет. Почему? Потому что кто-то, Аллах к нему отправит человека, который так ему навредит, он одного на умир, все, гибат нельзя делать, это третий вытерпел и один день Аллах его по-настоящему когда испытает, Аллах к нему отправит такое зло через человека, смотря на его грех, и он скажет, не, это уже он за него уже плохо скажет. Уже он забудет, что Аллах создатель всего является. Только чистое сердце. Пусть Аллах даст нам чистые сердца. Кроме как люди, у которых чистое сердце, он прай человек не пойдет говорить Аллах День, когда не поможет имущество и его дети, поможет только чистое сердце от духовных болезней, от внутреннего ширка.